доброе утро друзья сегодня прекрасная погода солнышко так тепло надеемся сегодня будет теплый день в украине такой ветерец невеликий ветерец еле-еле проснулась сегодня еле-еле встала начинается вот это похолодание и начинается вот эта вот спячка тяжело себя пробудить ух ты перми театр да красота страшная сила видит армянечка как ты замарышейся уставшая или проснулась я тоже а я специально не кладу потому что салют меня лёва спал боже мурчал мур рычал вернулся домой какой же все-таки сладкий котик как кожа разная смеси слизи его ждет на кожу сладенький такой прямо нежный ласковый а лютик на 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 не будет меня нет у него такая психология как люди все разные бишь тоже свои характеры не понятно погнали такой час пик дарусь у автобус ты же с ума сошел а он берет так национальный банк же тебе уже говорила снял ограничение от отец зеленского этот в аварию попал когда сезем а ехал вроде да ну это ночью ну это ж понятно почему попал куда-то опоздал я этих новостей не слышал не слышала этих я ой страшная была сквозь ой так гудела так гудела где-то с трех до пяти летала да это ужас сквозь сон проснулась провалюсь боже какая красота вы посмотрите даже с ценником взяла вот смотрите вот вот висит не будешь камера значит девочки на победу мама говорит на свадьбу я говорю мама здесь накладные карманы если накладные карманы значит это платьице повседневное вот так убрала управилась местные личные рубашки надела и пошла и пошла единственный недостаток что видите там светит или не видно немножко она светится но под белая ладно не по белая под телесная потому что сейчас начнут мне писать нателла телесная белая короче под светлое белье будет просто шикарно шикардосик я ребята только что была в этом зеленом платье я запарилась жарко значит на улице пасмурная погода ну так жарко ну просто невозможно какой это мой любимый цвет значит я вчера я вчера так сейчас переверну камеру я вчера посмотрела там на одну женщину блогера нарвалась нечаянно совсем я искала там рецепты такое что-нибудь новенькое вкусненькое приготовить и вот женщина сама коза 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 живет в германии женщине лет 70 такая теплая такая приятная вся варила на суп с домашней лапшой ну классический суп с домашней лапшой и ничего в принципе такого там нет но она не заинтриговала своей теплотой и свои качества классной съемки девочки представляете лапша на манке я сегодня приготовлю собственно с лапшой и лапша на манке обязательно приготовлю если получится вам покажу но месяц просто никогда еще надо бежать помогать маме я маму арестовала говорю все сиди спасибо за добрые слова в адрес моей мамы нам всем без мамки будет тяжело пускай мамы наши живут подольше еще сегодня там однажды жиночку посмотрела такая где-то как моя мама наверное может старше лет на пять на шесть с оккупированной территории паспорт она не получала вот ее соседи паспорт получили сейчас крути женщина плачет сына похоронила сына погиб у нее почему вам рассказываю так расплакалась рассказывала она как она пряталась как зашли к ней во двор его русские солдаты но правду рассказывала говорит никто не обижал не грубил никто не толкал очень вежливо спросили почему вы отсюда не уезжаете потому что бои идут страшные ракеты за ракетами я смотрела на эту женщину с йод это узнаете русско-украинским говором как она плачет я так подумала что эта женщина лица олицетворять всю нашу украину так ладно девочки извините пожалуйста что я понимаю что надоело в этой каше варимся только что по мосту ехала ехала тряслась блин купила сегодня паштет мат и паштет положила в этот в холодильник значит я всегда делаю паштет сама печеночный а это думаю куплю зашла в магазин смотри тут люди хорошо берут прям ну не прям люди хорошо берут с маслом я когда-то давно покупала это как-то забыла и думаю возьми потому что смотрите печенку купи . печенку купи пол кило да это сколько будет 50 гривен пачка масла купи сколько 60 гривен пачка масла да вот а где же она положила вот все купи а это палочка вышла 30 гривен ну где она положила сейчас ребята найду сейчас покажу я зашла в сарай в свой сарай тут у меня холодильник еще не стоит вот паштет с маслом я знаю раньше дамам покупали мы этот паштетик с маслом как домашние курицы ого сколько жира ого курицы жира сколько так это ж мама куры не гнетели я понял это может бройлер может бройлер я не мама там в ресторан покупают домашние курочки так положишь я отхожу положишь этот самый паштет как денег положи пожалуйста сейчас хочу тоже это попробовать и суп с рапшой сварю да почист картошечку ну почист там не господи это на дико тошины мне надо сколько там не ради бога ради бога сейчас попробую паштете вкусный невкусный разрезала заявили что что написано паштет киевский с маслом вот свеженький дата изготовления вчера смотрите все серого серого цвета он внутри масло вообще не обнаружено и я уже так как была голодная попробовала вот смотрите во первых консистенция ужасно плотно пересоленный сплошная манка не пахнет паштетом отдает старым таким значит старым ой мама сейчас расстроится она так любит я хотела сэкономить и хотела сэкономить думаю ну фу она с хлебом сейчас цвет ужасный масло девочки вообще масло нету фу 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 33 гривны палочка вот это вот а если бы две купила 700 гривен бы я потеряла да и не не ненене не не катал сейчас зато ватыбиваю такую сырную булочку взяла я люблю так булки пока лазила в платье ходила тут дефилировала на улице дождь я тепло оделась сейчас буду мама это просто позорище не паштет а ты шо мама это такое позорище вот сейчас я в камеру да ты шо вот попробуй мама да нет я после яблока попробуй ты просто ну помнишь раньше мы покупали с маслом какая вкуснятина пересоленный одна манка чем-то отдает это же экономика должна быть экономить тут же вали тоже экономить я понимаю ну так ты слышишь но от чая мне нормальный я неприкосливая ты же знаешь тем более почти если печенка стоит какая-то печенка но все равно раньше покупали даже масло написано с маслом глянь какой цвет подожди сейчас упадет мне не упадет что ты сравниваешь раньше когда сейчас я думала я же давно не покупал думала что кранча но сидим не пропадет а ну доедай а нет я не хочу после яблока на все на неси в холодильник ой боже мой я не могу начать делать а какое ты дело делаешь а вот так что я прямо сейчас прошу картошку тебе мне нужна картошка сейчас я сама все почищала занимаюсь кухня не надо ничего чистить я сама все сделаю сама и картошку почищу и кушать приготовлю там чертежу спешит 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 не пара говорите чё куда спешит человек человек судом вас не до пенсии дождалась меня все же кушать приготовлю все чё спешить куда-то так там такой желудок что и гвозди переводит нормальный отличный пасчет а я расстроилась а мне ужасный и вот тут у горли елким отдает ну да он стоит свои денег наверно до 30 гривен 30 гривен к выплывайся все неприятно даже теперь именно платил хочется получить удовольствие даже 5 гривен начинается холода и чайочек чайочек вот булочка вкусная она стоит вот та булочка 690 вот и бэ сладкая пропитанная еще тоже не деньги да что такое 7 гривен не деньги а море удовольствие пропитанная вкусная сладенькая разрыхлителя мало настоящее тесто улавливаете разницу да своих денег стоит не ну я бы 33 гривен купила полкило печенки противную руку дай мне крышку белая все это время было на место надо же здесь большую картошка не потом картошка хорошо спешусь как только не придумаю спешу куда спешить куда целый день дома целый день зачем кто-то спешить не понимаю я не брала не брала я ничего я пошла руками нарвала он еще надо искать 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 секатор вот уж я дала 400 гривен два раза за ремонтировали потому что надо инструменты давать отдыхать ну да у меня место одно чего нас мы перелаживаем да ребята это уже возраст конечно возраст берет свое короче говоря сейчас попробую я приготовить этот эту лапшу на манке какой у меня осадок неприятный после этого паштета я вам не могу даже передать просто ужасно фу невкусный и поделюсь если понравится просто я ходу камеру делать мишу я сделаю на камеру и а потом подведу вас вы скажете на тело что ты за херменова рыба получится вкусно значит будет вкусно не получится не получится я вчера со светой созванивалась света говорю ну что там ну когда-то вроде вот-вот-вот на днях уже люди все ремонты поделали одна на тело осталось за рулем устаешь сколько времени прошло день прошел все день прошел и так вот жизнь летит и когда заниматься собой когда вообще заниматься хоть чем-то такая высокая кровать как будто ты спишь на потолке ой я спряталась потому что начал будет искать она когда что-то ищет моя мама она обязательно должна найти в таких местах друзья ищет что ну просто нет но это но зато кому что-то надо найти она обязательно найдет обязательно так я так почитала пробежалась по вашим комментариям спасибо вроде бы так негатива сильного нет есть такие пояснения всем огромное спасибо вот знаете я вот еще ты поняла вот я вчера заикнулась за за сам за его семью что там у него у него творится что они творят на именно на 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 весь мир а потом думал Ну а ты вообще тебе нахер не в everybody вот у тебя есть ты тебя есть ты у тебя есть дочь мне надо никуда лезть не надо никого не то что судить не суде да не судье будешь это понятно мне вот этот вот не нравится не нравится мне это поговорка мне нравится не влезай убьют вот это мне больше нравится не влезай убьет потому что не по размеру не по размеру это мои хорошие пойду сейчас приготовлю что получится обязательно покажу спасибо что вы меня поняли по поводу заработка в ютубе да сейчас реклама поднялась а так хочу я буду все мы тут понятно в основном и хобби и что подписчики были и просмотры были всем пока всем огромное пока а кстати видно кто-то меня знаете сильно не любит и когда я сказала что по поводу подписчиков что подпишитесь за там заработок это нам подняли некоторые даже отписались ой один цепь не имеет значения все друзья всем огромное спасибо пока какая-то мелочь и неприятно просто хорошо ой как бы так бы как и заснула очень-очень тяжело просыпаться очень тяжело